МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы приветствуем вас в кулинарной программе «Еда как дважды два». С вами ведущие Анна Водоватова и шеф-повар студии аппетита Олег Ваньков. Любите готовить? Присоединяйтесь! Вкусный завтрак деревенским творогом. Лёгкий перекус йогуртом. На ужин кефир. Молочная продукция от Ашатли без добавок. Со сроком годности до 7 дней. Потому что натуральное. Можно написать натуральное, а можно почувствовать это с первого глотка. Первой ложки. Олег, у нас сегодня очень много молока на столе. Для чего столько? Тут всё просто на самом деле. Давай попробуем сегодня приготовить домашний сыр. Я покажу, как легко и просто можно сделать домашний сыр из этих продуктов молоко и сыворотка. Понятное дело, что можно приготовить много разных других вариантов. Об этом мы поговорим с тобой попозже. А сейчас, наверное, поставим его грец. Нам что-то ещё понадобится? Собственно, давай сделаем с зеленью и с орехами. Вот то, что ты видишь на столе. Да. Только простой вариант сыра. Мы уже готовили с тобой как-то сыр. Мы делали более сливочный вариант сыра. А сегодня мы исключаем из этого продукта сливки. И сделаем сыр на основе только молока и сыворотки. На что он похож должен получиться? Ну, это будет похоже на такой домашний... Что-то типа брынзи, нет? Нет, это, наверное, больше похоже будет на адыгейский сыр. Ну и не совсем домашний творог. Это будет ближе к адыгейскому домашнему сыру. Рассказывай, чем тебе помогать. И начинаем. Давай для начала мы с тобой нагреем молоко до необходимой нам температуры, а именно 95 градусов. Это мы увидим по пенке, пару, которая будет исходить с поверхности молока. И это важно, чтобы оно не пригорело. Поэтому температуру поставим небольшую и медленно, постоянно помешивая, доведем молоко до нужной температуры. Используем все прямо? Да, давай все, конечно. А сыворотка у нас как-то отдельно? Сыворотку мы тоже сейчас будем нагревать, чтобы у нас процесс пошел намного быстрее. Давай, вот в этот сотейник мы перельем сыворотку, а вот в эту большую кастрюлю перейдем молоко. Ее тоже нагреваем? Да. Все дело в том, что смотри, вот столько много молока, а сыра-то на выходе получится не так много. Если быть точным, ну, грамм 600 бы дай бы нам сегодня сделать сыра с тобой. Да, прям выливай сюда. Давай я тебе помогу. Жирность молока на самом деле сейчас большой роли не играет в состав белка. Мне более важен будет в этом продукте, потому что чем богаче молоко белком, тем больше у нас получится вот этого готового продукта, соответственно, сыра. Молоко нагревать будем и постоянно помешивать. Важно, да? Я про это уже говорил, еще раз повторю, чтобы молоко не пригорело. Поэтому температуру надо выбрать среднюю, не надо максимальный нагрев, иначе мы с тобой потеряем весь сыр, он будет очень невкусно пахнуть. Вот. На поверхности начинает образовываться, посмотри, что-то вроде такой пенки красивой, да, и начинает подниматься пар. Вот я тебе без термометра могу сказать, что температура вот уже оптимальная для того, чтобы мы с тобой начали готовить наш сыр. Так, все хорошо. Раскрути, вот. Все, убирай, пожалуйста, теперь отсюда венчик. И теперь смотри, мы понемножку будем добавлять сюда сыворотку. Сыворотка у нас тоже подогрета. Тихонько, аккуратно. И сейчас что будет происходить? Молоко начнет сотвораживаться, да? Кислота, которая есть в сыворотке, сделает свое дело. Так, добавили, дальше продолжаем нагревать. Буквально по чуть-чуть мы наблюдаем за этим процессом, чтобы у нас молоко было на пограничной такой стадии. Оно вроде бы кипит, но еще не кипит, да? И оно уже створаживается. И оно уже начинает створаживаться, совершенно верно. Я добавляю еще порцию сыворотки. Можно это сделать нежно, аккуратно, и вот так по краю лить. Мы с тобой не будем разрушать зерно, да, которое будет образовывать сейчас вот этот сгусток. Не будем интенсивно вот в этот момент венчиком его взбивать, иначе мы просто с тобой творог сварим. Вот. Аккуратненько, понемножку. И, собственно, всю сыворотку, которую мы с тобой нагрели, а это был целый литр, мы отправим в эту же кастрюлю. Нам нужно будет теперь закрыть крышкой и подождать минут 10. Минут 10, может быть, максимум 15, и ты поймешь, что у нас получится. У нас с тобой образуется хороший, правильный сгусток из нашего молока и сыворотки. А огонь мы при этом убавляем как-то? Мы сейчас выключим, да, мы сейчас выключим нагрев, потому что иначе оно уже, смотри, может у нас пригореть. Убавлю, да, температуру. А, убавляем. Убавлю и немножко еще подержу вот на такой вот небольшой температуре, чтобы сварить его. Схватилось, чтобы... Да, чтобы сварить его. Вот, видишь, он начинает закипать. Все, я его убираю в сторону. У нас температура именно та, которая нам необходима. Закроем крышкой и забудем про него, насколько я говорил, на 10 минут. Да? Все. Давай мы за это время нарежем зелени, и я, наверное, поломаю немного орехов. Так, теперь. Давай, это мне. Вот укроп, петрушка, буквально по пучочку небольшому. Грецкие орехи, фундук, вы можете взять любые другие. Ну, понятно, что нужно будет их предварительно обжарить. Вот у нас сегодня уже жареный орех. Такой мы целиком и возьмем его. Олег, какие еще варианты добавок, допустимые для домашнего сыра? Ну, наверняка на прилавках магазина ты видела, сыр бывает с базиликом, да, соусом песта, может быть, какие-то зеленые вкрапления с вялеными томатами. Почему нет? Можно использовать какие-то любые другие овощи, но только они должны быть тогда... Обработаны. Ну да, они должны быть или вяленые, или уже готовые к употреблению, но не сырые, да, потому что это будет невкусно. Смотри, что получилось. У нас получился хороший сгусток. Мы его не будем резать, мы его прямо так сейчас аккуратно будем выкладывать с тобой. Но самое простое, которое только можно придумать на кухнеустройство. Кастрюля и сито, да? Да. Вот я сюда поставлю, потому что ты мне сейчас в этом поможешь. Посмотри, красота. Ну, он сам утрамбуется у нас после того, как с него стечет лишняя сыворотка. А вот сейчас я прямо предлагаю, знаешь, как делать это? Немного его присаливать, может быть, кому-то это и покажется неправильно, но я так делаю постоянно. Немного присаливаем, вот соль, смотри, вот у нас там стоит в баночке, давай. И зелень с орехами мы будем чередовать прямо вот сюда, в наш замечательный продукт. Чуть-чуть буквально, щепоточку. И так же зелень мы сюда. И он сам по себе, под своей тяжестью, начнет у нас утрамбовываться, от него будет отходить лишняя сыворотка. Это будет наш домашний сыр. Вот, смотри, мы немного спрессуем. Так. Можно использовать разные формы, специально для сыра, да, в которых у нас будет он отлеживаться и будет стекать таким образом лишняя сыворотка. Мы сделали самое простое, вот такое импровизированное устройство, где кроме кастрюли сита нам ничего не понадобится. Наверняка это у всех найдется дома. Все, здорово. Можно под гнет или под крышку, да, накрыть, придавить и убрать. И убрать. Убрать и охлаждаться, впоследствии можно будет поставить в холодильник. Но мы не будем долго ждать, мы прямо сегодня его и съедим. Смотри. Вот. Как доктор прописал, что подошло. Вот и все, смотри. Оставшаяся сыворотка у нас стекла сюда в кастрюлю с собой, да? Угу. Сверху получился сыр. Пусть он немножко полежит, остынет. И ты увидишь, что мы его с тобой сможем спокойно нарезать ножом. Или поломать кусочками и приготовить салат. Кстати, вот к нему мы сейчас подойдем. Нам понадобятся овощи. Баклажаны, перцы, цукини, вот помидоры, видишь, что на столе лежат. Давай нарежем небольшими ломтиками и обжарим на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Вот буквально чуть-чуть, да? Поэтому и ломтики делаем тоненькие, чтобы они у нас успели приготовиться. И зелень нам понадобится. Зелень мы порвем. Я приготовлю соус сейчас на основе вот этих ингредиентов, которые уже стоят на столе. Сделаю штук 5-6 ломтиков кабачка, баклажан, перца. А я приготовлю соус. Смотрите, немного соевого соуса, немного горчицы. Горчица будет у нас выступать как эмульгатор сегодня здесь. Это они, кстати, подобные соусы, как мы с тобой сделали уже майонез домашний, помнишь? Да. Вот мы там делали желтки, а потом их начинали затягивать, делали эмульсию. Тонкой струлькой вливали оливковое масло. А здесь примерно то же самое. Только мы горчицу сперва вот так взбиваем соевым соусом. А затем добавляем масло. Добавляем масло, и у нас получается та же самая эмульсия по типу приготовления домашнего майонеза. Сразу же много масла вливать не надо, иначе у нас соус отсечется, да? Ну вот на самом деле он уже практически готов. Можно еще больше масла влить, тогда у нас консистенция станет намного гуще. Но мы этого делать не будем. Посмотри, вот у нас получился классный, хороший соус. Немного лимонного сока. Вот и все. Вот так легко и просто делаете заправку. На разогретую сковородку теперь давай я тебе добавлю небольшое количество масла растительного. Можно взять плоским дном, да? Можно взять какую-нибудь рифленую чугунную, специальную, на которой стейки обычно дома жарят, да? Вот. И я, может быть, тебе помогу тогда? Я не против. Тогда знаешь, я что сделаю? Немного листьев салата. Мы их будем рвать ведь, правильно? Вот этим мы рвать не будем. Тут корн и рукола, они уже маленькие, посмотрите, красивые. Вот эти крупные листья я порву. Резать я их не буду, я их просто порву крупно. Все, я жду твои жареные овощи. Сырые пока еще. Ну, давай я помогу. Ну, вот забирай, я не знаю, сколько нужно, там впрок, что называется. Мы сегодня всех накормим с тобой, да? Так, еще помидорка у нас. Еще помидорка. Смотри, обрати внимание, масла много я сюда не добавляю, чтобы они у меня не плавали в этом количестве, да? Вот буквально по полминутки с каждой стороны, чтобы они только получили такой характерный рисунок гриля, ну, или стали золотистыми. Видишь, что получается? Давай перчик сюда же бросай. Еще? Еще можно, да. Немного соли. Теперь в самый последний момент давай помидорки. Половинку или всех? Вот этого хватит. И оставшаяся рубленная зелень. Туда же у нас? Да, прямо сюда. Отлично. Вот, посмотри, для кого-то это уже готовое блюдо, а у нас это заготовка для нашего салата. Так, все, я снимаю с плиты. Даю какое-то время, чтобы они слегка остыли. Несмотря на то, что у нас теплый будет сегодня овощной салат, я все-таки не хочу, чтобы листья у нас сварились раньше времени, да? Мы теперь возьмем соус, который приготовили, и заправим замечательные листья салата. Угу. Вот так вот их мы аккуратно перемешаем. Так, хорошо, давай я овощи пока переложу на тарелку, пусть они полежат немного, остынут. Вот, пока овощи остывают, мы с тобой заполним про наш сыр. Он у нас на какой стадии сейчас? Да, он готовый уже, все, можно есть. Оп. Та-дам! Ну что у нас получилось? Ты посмотри. Я думаю, что да. Ну он такой ведь прямо упругий. Ну он плотный, да, хороший. Сыр у нас сыр. Все, свествую, сыр, сыр. Вот прямо сыр. Слушай, с орехами и зеленью, ты посмотри, консистенция достаточно интересная. И плотная у него, да, вышла? Плотная, да. Кто-то попробует? Очень. Мне тоже. Ладно, берем листья салата, который мы уже заправили соусом, на основе вот той дижонской горчицы и так далее, которая показывала ингредиенты. Теперь перемешиваем с печенными овощами. Вот так аккуратно, не надо его сильно мять, иначе у нас салат превратится в жижу, в кашу. И мы с тобой не получим сегодня эстетического удовольствия, правда? А скажи, вот можно приготовить какой-нибудь другой сыр, например, твердый, в домашних условиях? Ну, ты имеешь в виду, наверное, такие, как Риджана, Пармеджана, Грана Падана, Пекорина, Романа, да? Ну, ты меня сейчас напугал всеми этими названиями, но... Пармезан. Твердый сыр, пармезан, можно приготовить? Нет, 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 пармезан я точно не смогу в этой жизни приготовить, наверное, 100%. Почему? Ну, наверняка в России мы не сможем его сделать, потому что у нас культуры этой нет, и мы не знаем, где взять такое молоко. Но сделать какой-нибудь другой сыр вполне возможно. А вот с плеснью? Слушай, с плеснью возможно, да. Можно приготовить какой-нибудь сливочный сыр, можно добавить всякие разные... В которых сейчас большое количество продается термофильных бактерий, различных добавок, ну, плесни той же самой. Ну, то есть надо понимать, что мы говорим сейчас не о том сыре, который долго полежал на солнышке, на подхознике, а специально. Основа одна, основа одна, это молоко. Молоко и закваска. Все остальное, это уже дополнительные бактерии, всякие микроорганизмы, термофильные бактерии, все остальное. Это уже разные изыски, ну, то есть другой совершенно сыр. А мы сделали самую простую классику сегодня домашнюю. На самом деле, абсолютно такой простой рецепт приготовления, при всем, казалось бы, о, мы сейчас сыр будем варить, и такой на полгода вперед заглянули. На самом деле, это просто любой другой сыр, о которых мы с тобой поговорили, который можно дома приготовить, это так же доступно и просто? Так же все доступно и просто. Слушай, самое главное, молоко. Будет хорошее молоко, будет хороший сыр. Смотри. Так. Так. И посыпем сверху орехами. У нас остались орехи и кунжутными семечками. Смотри, какая красота. Все, пробуем. Ну что? Это, во-первых, очень необычное сочетание. Приятное сочетание. Ну и это вкусно. Это правда вкусно. Готовить легко, готовить просто. Главное, выберите минут 10-15 времени и приготовьте для себя настоящий шедевр ресторанного ужина. Рецепты программы «Еда как дважды два» смотрите ВКонтакте в группе «Дежурные по городу». Готовьте с удовольствием. И увидимся в нашей следующей программе «Еда как дважды два». Если вы любите готовить и хотите научиться из простых продуктов делать шедевры ресторанного уровня, жду всех в кулинарной студии «Аппетита». Мы проводим взрослые и детские праздники, школьные экскурсии, мастер-классы. «Аппетита» – это кулинарное шоу с вашим участием на профессиональной кухне. «Аппетита» «Аппетита» «Аппетита»